Автобусы с кондиционерами, но по 19 или обычные маршрутки за 17. Два рубля разницы в оплате по центру города вырастает в десятки раз, когда пассажир едет в другой район курорта. Ценовую политику нужно откорректировать, считает глава Сочи Анатолий Пахомов. Тем более, что условия для по-настоящему комфортного проезда, подчеркнул мэр, уже есть. Новые дороги, закупленные вместительные современные автобусы. Но стоимость проезда в них не должна, по мнению главы, быть выше, чем в маршрутках. Я требую, и оценка будет даваться. Первое. Жители довольны перевозками? Окупается транспорт? Остановки нормальные? Именно такой комплексный подход требуется, по мнению мэра, для совершенствования системы общественного транспорта, чтобы сочинцы были довольны. Современные павильоны на остановках стали уже привычными. Проводят и их замену в отдаленных микрорайонах города. Как идет переустановка павильонов, глава Сочи собирается проконтролировать лично. А вот другой процесс на улицах курорта уже практически завершен. Речь идет о нанесении разметки на дорогах перед школами, для того, чтобы сделать для детей максимально безопасной дорогу к знаниям. Вокруг гимназии номер 8 и так называемые лежачие полицейские зебры появились уже несколько лет назад. Сейчас их просто обновили. Безопасность детей, а скажем, если брать нашу гимназию, это 2000 детей. Это огромное количество малышей, которые постоянно переходят в такие оживленные улицы. Мы работаем вместе с администрацией, с ГИБДД, и здесь у нас абсолютно четкий контакт. Обновили разметку не только на дороге вокруг гимназии. Подкрасили зебру и внутри двора. Именно здесь проходят занятия по безопасности дорожного движения. Их проводят и педагоги, и сотрудники ГИБДД. Первый такой урок состоится уже через несколько дней. Всего разметка будет нанесена или обновлена вокруг 97 школ Сочи на дорогах как местного, так и регионального значения.